Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума-палата. И я, ее ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задает вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – «Как защитить свои права потребителя». Каждый человек в своей жизни сталкивался с тем, что приобретал некачественные товары или ему оказывали услуги ненадлежащего качества. И хотя любого человека такие ситуации возмущают, далеко не каждый пытается отставить свои права и вернуть свои деньги. Причин, как правило, две. Либо незнание, что предпринять, либо нежелание тратить время и нервы. Чтобы узнать, как следует поступать в том или ином случае нарушения ваших законных прав потребителя, я пригласил для участия в сегодняшней передаче Дмитрия Александровича Галина, юриста-консультанта, члена Общества защиты прав потребителей. Здравствуйте. Дмитрий Александрович, в России государство наделило полномочиями защищать права потребителей Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сокращенно Роспотребнадзор. Но также мы знаем, что существует общество защиты прав потребителей, которое защищает наши права, а еще защищает прокуратура, суды стоят на защиту нарушенных прав. И тем не менее наши права как нарушались, так и нарушаются. Ежегодно только Роспотребнадзор получает более 750 тысяч обращений граждан по вопросам защиты их как потребителей. Судами Российской Федерации ежегодно рассматриваются сотни тысяч дел. Так, в доковидном 2019 году было рассмотрено 428 800 дел о защите прав потребителей. Вот не могли бы вы кратко пояснить роль каждого из этих органов и куда в первую очередь должен обращаться человек, который считает, что его права потребителя были нарушены? Ну, я постараюсь, конечно, кратко. Значит, что касается Роспотребнадзора. Вообще, это некоторый миф или заблуждение, что вот этот контрольно-надзорный орган, его деятельность направлена конкретно на защиту исключительно прав потребителей. На самом деле их права, полномочия этого органа достаточно ограничены. И когда они занимаются контролем и надзором административным именно в сфере прав потребителей, то это в первую очередь касается именно безопасности товаров и услуг для жизни человека. И, как правило, в последнее время на практике они подключаются, если подключаются, то в части соблюдения санитарных правил. То есть, возможно, помните, раньше была такая организация, назвалась СЭС, по сути, это был предшественник Роспотребнадзора, и по большому счету сейчас они стараются вот именно сегодня сохранять за собой именно эти позиции. Что касается прокуратуры, то прокуратура, она осуществляет вообще прокурорский надзор, в общем и целом. Если говорить простым языком, то это контролер контролеров. По крайней мере, с точки зрения закона, хотя, конечно, естественно, их заваливают жалобами, в том числе и в сфере потребительского рынка, значит, и тут нужно четко понимать, вообще, в принципе, по органам в целом. Сейчас позиция органов государственной власти – это отписываться и пересылать жалобы друг к другу. Хотя Москва четко указывает сейчас такую позицию, что вот эти процессы, их нужно им минимизировать. Москва – это кто? Ну, имеется в виду Кремль, да, то есть федеральные органы власти, позиция нашего правительства. Ну, хорошо, я примерно, так сказать, понял. Ну, тогда такой дополнительный вопрос. А в каких случаях гражданин должен обращаться именно в суд за защитой своих нарушенных прав? И должен ли он это делать самостоятельно? Или лучше это делать, допустим, вот через общество защиты прав потребителей, представителем которого вы являетесь? Вообще, надо, опять же, правильно понимать, что защита прав потребителей – это такой спектр отношений в нашем обществе, которые относятся к категории так называемых частных отношений. Государство, по большому счету, здесь участвовать и не должно, или участвует на минимальных началах. Соответственно, когда должен потребитель обращаться самостоятельно? Да он всегда обращается самостоятельно. Другой процедуры, просто гражданско-процессуальным кодексом, как таковой, ее не предусмотрено. Что касается общества защиты прав потребителей, здесь все зависит от конкретно самого общества. Это же добровольное объединение. То есть, например, в Кирове их два. Где-то, например, в Кирово-Чапецке их, по-моему, вообще нет. И здесь уже зависит от самого общества, насколько оно сильное, насколько оно готово действительно в этом участвовать, потому что они должны же выделять время помимо консультации для того, чтобы пойти в суд. В общем и целом, тут надо понимать, что если потребитель не уверен в своих знаниях, не уверен в том, что он правильно интерпретировал закон, то, конечно, стоит обратиться за консультацией. Из-за консультации он может обратиться как в Организацию по защите прав потребителей, так есть сейчас возможность в некоторых городах обратиться в МФЦ, можно обратиться в органы местного самоуправления. и после этого идти в суд, если действительно существует спор между им и предпринимателем. Потому что, ну вот лично на моей практике, в большинстве случаев вообще можно обойтись без судебных тяжб. Просто провести переговоры с предпринимателем и достичь определенного консенсуса. Понятно. Вот я говорил про обращение суды. Так вот, по российской статистике суды удовлетворяют требования потребителей примерно 85% дел. Возможно, поэтому многие предприниматели идут, в общем-то, на встречу потребителям, чтобы не доводить дело до суда, потому что чаще всего все-таки они проигрывают дела в судах. То есть суды стоят на сторону потребителей. В частности, в 2019 году в пользу потребителей было присуждено судами свыше 53 миллиардов рублей. Обычно граждане, или чаще граждане обращаются в суды за защитой своих прав по спорам, связанных с оказанием финансовых услуг. Это общероссийская статистика. До 50% всех обращений это вот по финансовым услугам. При этом обычно люди жалуются на введение их в заблуждение, на предоставление неверной или неполной информации по условиям кредитования, на задержки переводов денежных средств и тому подобное. Однако, споря с банками, потребители по статистике проигрывают 70% случаев. Более того, каждый третий россиянин не верит в справедливое разрешение споров с финансовыми организациями. Дмитрий Александрович, вот какого-то тут противоречия, поясните, в чем дело. Почему чаще всего обращаются именно по поводу нарушений финансовыми организациями и чаще всего им проигрывают? Сейчас, да, давайте отвечу на этот вопрос. В первую очередь хотелось бы сразу развеять миф о справедливости. Если человек вообще хочет идти в суд и добиться справедливости, то это не та организация, в которую ему стоит идти, потому что по нашему законодательству суды интересуют документы. Вот это одна из проблем. И что касается вообще взаимодействия... Как-то вы так немножко давайте углубите, что значит документы, а документы к справедливости не имеют отношения? Вообще никакого. Вообще никакого. Документ это способ доказывания той или иной позиции по делу. И вот он уже как вот дело, как эти обстоятельства, они как сложились по этим документам, там, как говорится, возвращаться назад уже поздно. Я правильно понимаю, то есть я тогда вашу мысль, может быть, разверну, что если справедливость на вашей стороне, но у тебя нет документов, которые ее подтвердят, то ты ни в коем случае суд не выиграешь. Ну, нельзя, конечно, говорить так категорично. Там есть ведь и другие способы доказывания, но в большинстве случаев оно так и есть, потому что суд же должен выносить решение на основании чего-то, а не только на основе собственных каких-то там убеждений. А свидетельские показания там, это же не бумажки? Вот смотрите, у нас в соответствии, по-моему, со 190 статьей Гражданского кодекса, если не соблюдена простая письменная форма сделки, то стороны спора в дальнейшем лишаются права в суде ссылаться на свидетельские показания. Вот так. Да, единственное, сразу давайте я оговорюсь, что именно в сфере защиты прав потребителей существует такая оговорка о том, что если нет, ну, это касается именно чека, да, если нет чека, то можно ссылаться на свидетельские показания. Но чек нам выдается обычно где-то вот в магазинах, да, при кассовом обслуживании. По-моему, сейчас везде чеки обязывают выдавать. Но если мы, допустим, говорим о проблемах с финансовыми организациями, например, когда... Да, давайте с финансовыми. Да, с финансовыми. Все-таки разберемся, а то мы немножко в лучшую сторону. Значит, тут сразу нужно говорить, в чем вообще проблема с финансовыми организациями. Ну, понятно, что здесь причин их комплекс. По моему мнению, что основная, так и основополагающая причина – это низкий уровень, в первую очередь, финансовой грамотности у наших потребителей. В связи с чем они постоянно попадают в различные маркетинговые ловушки, когда оформляют какие-то кредиты в банках или обращаются в инвестиционные какие-то компании за предоставлением им финансовых услуг. Если мы, например, будем рассматривать такую, скажем, классическую ситуацию, то есть потребитель приходит в банк, он берет кредит. Ему говорят в банке, что мы, конечно, кредит тебе дадим, но вообще-то надо бы его застраховать. Тут вот есть еще там, допустим, дополнительный платеж какой-то там, условно, например, содержание счета раньше был очень актуален. Да, мне рассказывали такие, что вот страхование различных кредитных операций, да? Да, и вот если вот вы это все не подпишете, не согласитесь с нами, то мы вам кредит не дадим. Это же увеличивает расходы гражданина. Да, это, конечно, увеличивает расходы гражданина, но и вот тут начинается у нас проблема именно финансовой грамотности, потому что это же навязчивая идея, что нужно взять в кредит, сейчас пообратите внимание, агрессивная реклама, возьми в кредит вообще все, все что угодно. Потребитель по какой-то причине начинает на это соглашаться, а дальше он идет в суд, то есть он надеется, что он придет в суд и скажет, меня вот заставили, меня принудили, мне, значит, навязали дополнительную услугу, а по статье 16 закон о защите прав потребителя это совершать нельзя, и по этой же статье, если потребителю навязали дополнительную услугу, он должен, ну, продавец должен вернуть поставщику этой услуги денежные средства за эту услугу, что она ему навязана. Но, когда мы заходим в суд и подаем это вот все под этим соусом, что вот, как бы я вот вроде как бы знал, что так нельзя, но подписал, судья-то как быть со всем этим? Ведь он же знал, почему тогда встает вопрос, а почему вы не отказались от этой услуги? Вам нужен кредит в банке? Ну, представим, что он действительно нужен, ну, пойдите в другой банк. Тут, как по идее здесь необходимо действовать, когда мы вроде знаем, что нам нельзя, не имеют права навязывать эти дополнительные услуги, мы должны от подписания таких документов отказаться, мы же ставим на них подпись, то есть как мы потом в суде будем доказывать, что под воздействием это делали, в результате ментального заблуждения, какого-то когнитивного искажения нашего? Никак. Поэтому мы должны отказаться от подписания этих документов. В идеале, конечно, проще уйти в другой банк и найти на более выгодных условиях. Но если так сложилось, что вот только этот, допустим, банк дает нам кредит, мы отказываемся от подписания на этих условиях, копии документов мы же можем взять с собой, этот договор, да, идем и пишем, составляем письмо в адрес банка о том, что, ребят, вот на ваших условиях, вот вы навязываете здесь дополнительные услуги, мне ваша услуга по кредитованию так не нужна. Поэтому, а вот давайте-ка мы с вами заключим на условиях без страхования. Ну, не знаю, будет ли банк, пойдет ли он на это. А у банка выхода нет. А это ведь публичная форма, это публичные сделки он обязан заключать со всеми. Вы так переворачиваете сознание, честно говоря, мое. Ну, хорошо, давайте мы немножко оторвемся от банков и обратимся к ситуации в Кировской области. Вот в общем объеме всех полученных Роспотребнадзором в 2020 году жалоб на нарушение прав потребителей именно в Кировской области превалирует не банковская сфера, а торговля. Это 56% нарушений именно связанных с торговлей. Кстати, из этого объема 12% обращений связаны с дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины. Надо отметить, что суды в основном, как я уже говорил, удовлетворяет обращения граждан, но, тем не менее, это происходит не всегда. Вот в сфере услуг основной объем обращений приходится на жилищно-коммунальные услуги, на бытовое обслуживание населения, на медицинские услуги. Это я все говорю, то, что происходит в Кировской области. На туристические услуги, услуги связи и культурно-развлекательные мероприятия. Дмитрий Александрович, скажите, а человек, чьи права нарушены, и он собирается обратиться в суд, а вот он, собственно, на что может рассчитывать, обращаясь в суд? Что чисто на возмещение потерянных каких-то денег или на нечто большее? Потому что иногда деньги-то, в общем-то, и смешные, а нам говорят, защищай свои права. Вот может он получить, допустим, возмещение каких-то издержек, неустойки, морального вреда, штрафа, в конце концов? Может. Но тут, опять, давайте я обозначу конкретно свою позицию профессиональную. Я в суды не люблю ходить, потому что когда ко мне обращаются клиенты, в том числе и в сфере защиты прав потребителей, я обычно задаю вопрос, мы зачем туда идем, и какую цель мы хотим здесь достигнуть. Значит, в реальности, конечно, помимо того, что, например, в случае, если мы расторгаем договор купли-продажи или расторгаем договор услуг и требуем возврата уплаченных денежных средств, ведь, помимо этого, есть еще другие у нас права, здесь, помимо возврата этих денежных средств, мы можем требовать компенсации, например, морального вреда. Но надо четко понимать, что моральный вред – это что такое? Это нравственные и физические страдания. И когда мы заходим, опять же, в процесс, это же надо как-то доказывать. А как это доказывать? Ведь нельзя просто прийти и сказать, вот если, допустим, скажем, лет 12 назад вот можно было зайти по потребительскому делу, в процесс где-нибудь там в маленьком городке в районе судов, сказать, я так страдал, и да, там могло что-то, какую-то компенсацию, то сейчас это очень сложно. Опять же, если лет 8 назад, консультируя потребителей по данному вопросу, я мог себе позволить им сказать, ребят, если вы хотите доказать моральный вред, то ваши действия следующие. Вы ложитесь в квартире на пол, открываете предварительно дверь, замка снимаете, ложитесь на пол, из пола вызываете скорую помощь. Когда приезжает скорая помощь, вы им говорите, что, ну вот, я так переволновался, что упал в обморок. И дальше вам назначают какое-то лечение, вот эти документы вы приобщаете в качестве доказательства своего морального вреда. Может быть, вас отправили к неврологу, может, вас отправили к психиатру, вы всё это, значит, в пачечку собираете, идёте в суд и говорите, ну вот, я считаю, что мне должны 100 тысяч рублей, потому что, видите, я ведь болею. То сейчас я вообще не рекомендую этого делать, потому что у нас тотальная цифровизация, и, ну, сегодня вы, может быть, что-то взыщите, а завтра пойдёте устраиваться на работу в какую-нибудь крупную корпорацию, которая вас будет проверять, и скажет, ага, у вас были неврозы из-за того, что вот вы такая неуравновешенная личность, и вас могут на работу просто не взять. Интересно, да. Поэтому то, что касается морального вреда. Теперь то, что касается неустойек и пений. В действительности законом о защите прав потребительной установлены законные неустойки и пени. Если мы говорим по пеням, связанным, допустим, с выполнением требований потребителя, предусмотренных статьёй 18, например, это всё, что связано с куплей-продажей товаров, то здесь законная неустойка у нас 1%. Если мы говорим о товарах... 1% в течение какого периода? Всё зависит от того, как... Ну, обычно вообще в целых там подневной идёт у нас расчёт. 1% в день? 1% в день от суммы задолженности. Это хорошая сумма. Да, это хорошая сумма. Если мы говорим о товарах с так называемой предварительной оплатой, то здесь 0,5%. Это тоже оговорка. Если мы говорим про работу и услуги, то здесь вообще 3% от задолженности. Вообще гигантская сумма, нужно набежать. Но дело в том, что у нас не все услуги рассчитываются по дням, то есть они рассчитываются и по часам. И тогда по 3% там получается, там от часа расчёт идёт. Это то, что касается неустойок пений. При этом нужно помнить, что вообще сумма вот этой штрафной санкции в виде неустойки пени, она должна быть не больше суммы задолженности. То есть там, если вам должны 100 рублей, 200 рублей вы не получите. Потолок 100 и то, учитывая современную позицию Верховного суда, ещё её и маленечко могут и снизить, собственно говоря. Теперь есть ещё одна такая санкция для поставщика услуг и для продавца. Это называется штраф. Под штрафом мы должны здесь понимать, гражданско-правовой штраф, а не штраф, который предусмотрен, допустим, кодексом об административных правонарушениях. Этот штраф может быть назначен судом в размере 50% от взысканной суммы. И он идёт в пользу потребителя, естественно. Если интересы потребителя представлялись общественной организацией защиты прав потребителей, то 50% от суммы этого штрафа уйдёт на расчётный счёт этой организации. То есть это вот то, что предусмотрено у нас на сегодняшний день законом. А можно я вот ещё уточняющий вопрос? Ну, предположим, понятно, что потребитель хочет взыскать, так сказать, с того, кто предоставил услугу или продавал товар, какие-то деньги и так далее. Но как он, ну, я, там, допустим, потребитель, не будучи образованным в правовом плане, могу понять, что мои права действительно нарушены. Ведь это ж надо ещё, как бы, должно дойти, что мои права нарушены. Или наоборот, я думаю, что мои права нарушены, а они не нарушены. Может ли человек без знаний каких-то правых всё-таки какой-то маркер есть, который ему будет показывать, да, твои права нарушены. Или нет, твои права не нарушены, не в УЗИ. Да, ну, тут, смотрите, я вижу, так, вообще два момента, конечно. Но что касается, допустим, декларативно установленных прав, все права потребителя, перечисленные в законе о защите прав потребителя, они в основном в первой главе, там, в первые 16 статей. Там, право на информацию, право на безопасность, товаро-работа-услуги, да, и так далее. Значит, вообще, рекомендация такая, с правами-то ознакомьтесь со своими, ну, потратьте время на чтение, там, не очень много, почитайте, на что вы имеете право. Значит, да, маркер здесь очень простой, вот как раз возвращаясь к справедливости. Если вы полагаете, что с вами несправедливо, а пошлись, значит, ваши права нарушены. Вы же так воспринимаете этот мир. Юриспруденция, это же не просто, когда вот мы, как написано где-то на бумаге, так и будет. Нет, почему? Это наша жизнь. Хорошо, давайте тогда перейдем к конкретным ситуациям, то есть, несколько ситуаций рассмотрим. Ну, поскольку в Кировской области чаще всего нарушаются в сфере торговли, давайте вот из торговли пример реальный. Возьмем одна моя знакомая, вот она приобрела осенью прошлого года зимний пуховик. Но носить его стало где-то в декабре, и на тот момент действие срока возврата зимних вещей уже прекратилось, прошел этот срок. И однажды она попала каким-то образом под мокрый снег, и на поверхности пуховика появились полосы, разводы, возможно, была некачественно прокрашенная ткань, возможно, что-то еще. Ну, в любом случае, вещь была негодной, пришла в негодность. Она обратилась с претензией в магазин, где покупала пуховик, с просьбой вернуть деньги, так как их товар оказался некачественным. Однако, магазины ей отказались, сославшись на то, что сроки возврата зимних вещей прошли. Вот что она могла сделать в данной ситуации? Хочу сказать, что для нее покупка пуховика, как человека небогатого, достаточно существенно отразилась на наличном бюджете. Конкретно в данной ситуации вообще на самом деле дело не такое и сложное. Ей надлежало действовать классическим способом, то есть сначала мы обращаемся к причинителю, к нарушителю наших прав, причинителю вреда, то есть к самому продавцу, к предпринимателю. Обращаемся к нему всегда, всегда в письменной форме устанавливаем срок для удовлетворения наших требований, то есть что мы там хотим. Хотеть мы можем разное, мы можем хотеть размещение в денежном виде, то есть расторгаем договор, возвращаем товар, получаем деньги обратно. Мы можем хотеть замены товара на аналогичный там товар какой-то. Срок-то ведь прошел уже. Нет, срок не прошел. Дело вот в чем. Вообще, исчисление сроков это такая отдельная подтема, но конкретно в данном случае здесь необходимо говорить о том, что это сезонный товар и срок предъявления требований по сезонным товарам начинается с начала сезона. Я купил куртку зимнюю в июле, сезон у нас зима начинается условно в декабре. В декабре, с декабря начиная я имею право предъявлять эти требования и они будут в сроках. Там как-то вот сроки эти прошли, еще раз отмечаю. Ну, в реальности она обратилась в суд, который дважды откладывался, так как ответчик не являлся, а на третий раз ответчик, видимо, решив, что репутационные сдержки будут выше, все-таки вернул ей деньги до начала судебного заседания. Это потому, что сроки не прошли, они почитали закон, 23-я статья, да, они увидели, это сезон, и скорее всего... я уж таких деталей не знаю, но вот ситуация конкретна. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума Палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача Ума Палата. Я ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи «Как защитить свои права потребителя». Я продолжаю беседовать с Дмитрием Александровичем Галиным, юристом-консультантом, членом общества защиты прав потребителей. Многим знакома ситуация, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще всего выше указанная на ценнике. Вот что следует делать покупателю в этой ситуации? Требовать, первое, требовать продажи товара по той цене, которая указана на полке, либо отказаться от заключения этой сделки вообще в целом. Тут я бы хотел отметить очень важный момент еще раз. Никто за потребителя защищать его права не будет. Нет этого волшебника. Это наша позиция такая должна быть гражданская, четкая. То, который пример вы привели, очень часто мы это встречаем в магните, например. Не знаю почему, но очень часто. Поэтому вот здесь нужно, что называется, упереться рогом и говорить, я буду, требую, чтобы мне продали товар тот, который вот там на ценнике. Значит, добиться этого и больше не ходить в этот магазин никогда. Давайте поговорим еще о чем-то более таким простом, понятном, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Ну, вот лично я сталкиваюсь с тем, что мне навязывают услуги, которые мне не нужны. Этим обычно грешат операторы сотовой связи. Ну, например, подключить какую-то услугу к телефону, которую ты не заказывал, не выбирал или так далее. Или там будет написано где-то что-то мелким шрифтом, ты случайно нажал, и себя потом снимают энную сумму денег ежемесячно. Может быть, и немного, но все равно неприятно. Или изменить тариф без моего разрешения могут. Или списать денег за календарный месяц. Вот сталкивался, опять-таки, с этим при смене тарифа. Хотя, собственно говоря, я полностью этим тарифом весь месяц не пользовался. И правильно было бы зачистить часть денег в новый тариф. Ну, вот как-то вот операторы сотовой связи, наверное, все слушатели согласятся, часто грешат какими-то вот такими уловками, с помощью которых с нас выманивает дополнительное НС количество денег. Это все связано, в первую очередь, со спецификой вот этих отношений. Дело в том, что когда мы подключаемся к услугам сотового оператора, с нами первое заключают так называемый, по-моему, договор заявки, где вот мы приобретаем эту сим-карту. Нужно очень внимательно смотреть, что там написано, в том числе по смене тарифного плана. Но в большинстве случаев сейчас на сайте оператора должен лежать так называемый договор оферта. Публичный договор. И получается, что все абоненты, они вроде как бы к нему присоединились. И операторы, в принципе, могут этот договор периодически перевыкладывать в новой редакции. То есть мы заключили договор, допустим, в январе, на определенных условиях он меня устроил, а в апреле они этот договор перевыложили, но я считаю, что я к нему все еще как будто бы я к нему присоединился. Значит, что здесь нужно сделать? Во-первых, обязательно пишите в письменном виде претензию и не забывайте подать жалобу в Роскомнадзор. Потому что это именно тот орган надзорный, который следит за сотовыми операторами, к их среде относится. Пускай они там разбираются, что происходит. А деньги просто не платите. Не платите. Как они отключат? Перейдете к другому оператору? Ну, хорошо. Давайте рассмотрим прямо противоположную ситуацию, чем защита прав потребителей. Я имею в виду так называемый потребительский экстремизм, когда клиент до такой степени всегда прав, что он начинает этим злоупотреблять. И достаточно серьезно. Вот приведу в качестве примера одно из самых громких судебных дел, связанных с потребительским экстремизмом, собственно, после которого этот термин появился. Это дело 70-летней Стеллы Либбек против Макдональдса, также известное как кофейное дело. Оно происходило в августе 1994 года и вызвало тогда широкий резонанс. Почему? Потому что суд присяжных присудил выплатить ей 160 тысяч долларов на покрытие медицинских расходов и возмещение морального ущерба. И еще 2 миллиона 700 тысяч штрафных санкций за то, что Стелла Либбек получила ожоги третьей степени и ей понадобилась пересадка кожи из-за пролитого ею на свои ноги горячего стакана кофе в Макдональдсе. Впоследствии судья снизил штрафные санкции до 480 тысяч долларов и в итоге Макдональдс выплатил пожилой женщине в общую сумму 640 тысяч долларов. Надо заметить, что сначала Либбек просил у Макдональдса только 20 тысяч долларов, чтобы покрыть свои расходы на лечение, так как собственных средств ей не хватило. Но ресторан предложил всего 800 долларов. Тогда Либбек наняла адвоката, который подал их в районный суд, на уплату уже 90 тысяч долларов. Но Макдональдс в этот раз тоже отказался. Но Либбек и ее адвокаты решили во что бы то ни стало заставить Макдональдс считаться с пострадавшими по его вине людьми и предложили присяжным взыскать стоимость всего продаваемого кофе в этой сети ресторанов за один день. Отсюда и появилась эта фантастическая сумма, с которой присяжные согласились, 2 миллиона 700 тысяч долларов. Вот тогда как раз журналисты и назвали это поведение потребительским экстремизмом. Но ведь надо все-таки иметь в виду, что первоначально Сталлибек вообще не помешала нажиться на ресторане, а хотела лишь возместить нанесенный ей ущерб. Но именно неуважительное отношение к ее проблеме заставило ее отомстить ресторану. Сегодня под термином потребительский экстремизм, конечно, понимается несколько иное. Википедия дает вот такое определение. Это поведение потребителей товаров и услуг, имеющие целью получить определенную выгоду и доход, манипулируя законодательством о правах потребителей в корыстных целях. Дмитрий Александрович, сталкивались ли вы свои юридические практики с потребительским экстремизмом? И как компании могут от него защищаться? Ну, желающих, конечно, подражать американцам у нас хватает, в том числе и среди потребителей, но у нас особо не развернешься в нашей правовой среде, поскольку суды все-таки исходят несколько из иных позиций. Значит, защита у наших компаний здесь может быть только одна. Это соблюдение того минимума обязательных требований, которые к ним предъявляются со стороны законодательства. И дальше к ним уже, по большому счету, не подкопаться. То есть вы хотите сказать, что в России потребительского экстремизма нет? Нет, он есть, попытки его. Но у нас, видите, это как называется? Злоупотребление правом. Злоупотребление правами своими гражданскими, они существуют довольно часто. Примеры можете привезти? Да, я, пожалуйста, на себе приведу пример. Значит, в свою бытность я приобрел в ДНС электронную книгу. И дома мне захотелось с ней поэкспериментировать, и я подключил к ней зарядное устройство от другого оборудования, и она сгорела. Ну, как? Сгорел вот именно вот этот порт зарядки, перестало заряжаться. Я сделал честные глаза, пришел в ДНС и говорю, не работает. Они забрали на экспертизу, через два дня дали мне новую. То есть вот в таких мелочах. Ну, опасный человек такой. Ну, а еще какие-то примеры? Ну, самое, может быть, распространенное, то есть и как компаниям обезопасить себя? Вот для крупных компаний торгово-розничных, они вообще по этому поводу не переживают. Как бы, значит, что касается злоупотреблений, чаще всего они происходят вообще вне суда, и потребители вот с маленькими магазинчиками приходят и начинают там скандалить. Я еще раз говорю, тут защита может быть только одна. Это неукоснительное следование требованиям закона в сфере защиты прав потребителей и работа со своим персоналом. Понятно. Но у нас остается мало времени, и давайте мы попробуем последний вопрос рассмотреть достаточно быстро. Вот думаю, что тоже многим нашим слушателям было бы интересно, можно ли стребовать деньги с управляющих компаний, занимающихся обслуживанием многоквартирных домов, если они плохо выполняют свои обязанности. Допустим, редко чистят дворы от снега, не чистят своевременно крыши, не делают уборку подъездов, не устраняют последствия вандализма в подъездах и так далее. Вот что должны или можно предпринять жильцам? Ну, взыскивать с них можно и нужно. У нас в Кировской области существует очень такой хороший, эффективно работающий орган, он называется Жилищная инспекция Кировской области, поэтому со всеми жалобами прямо туда обращаться. А дальше, ну, необходимо просто фиксировать вот эти факты нарушений, что касается снега, уборки снега и крыш. У нас вообще существует отдельный раздел по этому поводу в правилах благоустройства, и из-за этого существует, опять же, достаточно серьезное наказание. А так всегда начинать нужно, необходимо начинать вообще с обращения в управляющую компанию. И, естественно, они откажут вам что-то платить, но ничего страшного, пишите жалобу в жилищную инспекцию, они достаточно все внимательно проверят. А дальше, ну, если результат проверки вас устраивает, можно идти в суд. А если нет, ну, можно их еще маленечко покошмарить. Еще какую-нибудь жалобу, что у них мало нарушений, что ли, кроме снега и вандализма. Что касается вот вандализма, да, пожалуйста, у нас наркоманы очень любят рисовать на стенах всякие свои граффити рекламные. Ну, и катайте на них жалобу в МВД о том, что они занимаются распространением наркотических веществ и рекламы об этом. Ну, они покажутся. И они будут с вами договариваться. Ну, спасибо, Дмитрий Александрович. Давайте подведем некоторые итоги. В взаимоотношениях продавцов товаров и услуг их потребители всегда были и, по-видимому, еще долго будут возникать конфликтные ситуации. Считается, что клиент всегда прав. Но на самом деле могут быть различные ситуации. Продавцы товаров и услуг далеко не всегда хотят нас обмануть, хотя это тоже не редкость. Часто источник конфликта лежит в различной оценке покупателями и продавцами нормативных свойств и качества товара и услуги. И чтобы не попасть в простах, сначала следует убедиться в том, что вы точно правы. Но даже после того, как вы убедились в этом, все равно надо попытаться уладить конфликтную ситуацию мирным путем. Часто продавцы товаров и услуг, чтобы сохранить свою репутацию, идут на встречу потребителям или предлагают компромиссное решение. Обращение же в суд за защитой своих прав это только вынужденная мера, когда другие способы не принесли результата. Вот на этом я хочу закончить нашу передачу сегодня. Благодарю за внимание. До новых встреч в эфире. До свидания. Ума Палата Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова